Биполярный транзистор В таком транзисторе основными носителями являются и электроны, и дырки, поэтому они называются биполярными. От слова B2. Электрод, подключенный к центральному слою, называется базой. Электроды, подключенные к внешним слоям, называются коллектором и эмиттером. На простейшей схеме различия между коллектором и эмиттером не видны. В действительности же коллектор отличается от эмиттера, а главное отличие коллектора – это большая площадь ПН-перехода. Кроме того, для работы транзистора абсолютно необходима малая толщина базы. Транзисторов существует огромное количество, и они отличаются по типу проводимости, коэффициенту усиления, частоте, мощности и многим другим параметрам. Это справочные данные, и сейчас век интернета, достаточно легко найти любую информацию по любому из них. Как мы уже говорили, биполярные транзисторы делятся на две большие группы – НПН и ПНП транзисторы. Примерами первых можно назвать КТ-315, КТ-972, КТ-3102, КТ-819, 2СЦ-5198. А ПН транзисторы – это КТ-361, КТ-973, КТ-3107, КТ-818 и КТ-2СА-1695. Биполярный транзистор можно представить как диодную сборку с общим катодом – это ПНП транзистор. Или общим анодом – это НПН транзистор. База является в такой сборке общим выводом. Этим пользуется при проверке работоспособности транзистора и определении его цикалевки. Давайте убедимся в этом на примере транзистора 2СА-1695. Это ПНП транзистор с расположением выводов база-коллектор-эмиттер. База в данном случае является катодом, а эмиттер и коллектор – анодами. Поэтому переходы эмиттер-база и коллектор-база должны прозваниться в прямом направлении, а в обратном направлении показывать бесконечное сопротивление. Включаем мультиметр. Переводим его в режим прозвонки диодов. Минусовой щуп прикладываем к базе, а положительный щуп по очереди к эмиттеру и коллектору. В обоих случаях мультиметр показывает небольшое сопротивление. При прозвонке в обратном направлении получаем бесконечное сопротивление. На всякий случай убедимся, что между эмиттером и коллектором сопротивление бесконечно. Кстати, у мощных транзисторов коллектор выведен также на подложку, в частности у этого. Поэтому коллектор определяется легко. Таким образом мы убедились, что транзистор рабочий. Точно так же прозванивается НПН транзистор, только надо поменять местами щупы мультиметра. Продолжение следует...